Для того, чтобы исполнить наше предназначение от Бога, нам необходимо идти против толпы, против системы мира сего. Вы сыновья и дочери всемогущего Бога. Иисус сказал, да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела. Мы должны сиять в темном мире. Мы не умрем, но изменимся. Изменимся означает преобразиться, пережить революционные изменения. Мы утвердились в мысли, насколько важно подчиняться власти Бога. В течение оставшихся четырех уроков я хочу поговорить о Его делегированной власти. Давайте перейдем прямо к стихам из Писания. Римлянам, 13 глава 1 и 2 стихи. «Всякая душа добудет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьи установления. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Павел говорит здесь о лидерах правительства. Всего в нашей жизни есть четыре вида делегированной власти. Сейчас я их перечислю. Во-первых, гражданская. Именно о ней пишет Павел в стихах, которые я сейчас читал. Чуть позже мы подробно разберем каждый из этих пунктов. Второе – власть в семье. Третий – социальная власть. Это ваши начальники, руководители, учителя, тренеры и так далее. И четвертый вид власти – это церковная. Скажу, что во многих местах Писания будет сказано о каком-то одном из этих видов власти. Однако есть и исключения. Или же будет сказано преимущественно об одном из этих видов. Я тоже буду говорить в общих чертах. Или же подчеркну, что я говорю о каком-то одном виде власти. Итак, начинаем. Слово за слово, стих за стихом. Всякая душа. Это значит «я» и «вы» без исключений. Осмелюсь заявить, что это не предложение. А кто из вас знает, что Бог не предлагает? К его словам нужно относиться как к повелениям. К повелениям любви. Павел служил Богу в любви. Это повеление любви. И мы знаем, что все содействует нам ко благу. Всякая душа да будет покорна. Высшим властям. Слово «покорно» — это интересное греческое слово «хупотасо». Это греческий военный термин, который означает «выстраивать отряды по приказу лидера». В гражданском смысле это слово означает «добровольно подчиняться», «уступать», «сотрудничать», «брать на себя ответственность» или «бремя». Вы видите, что речь идет о добровольном смирении перед лидером и готовности выполнить то, что он попросит сделать. Бог говорит «всякая душа да будет покорна высшим властям». Читаем дальше. «Ибо нет власти не от Бога». Помните, я говорил, что все власти от Бога, но не все власти благочестивы. «Ибо нет власти не от Бога». «Существующие же власти от Бога установлены». Слово «установлены» — это греческое слово «тасо», что значит «назначать», «предопределять» или «устанавливать». Это слово не подразумевает никакой случайности. Знаете, когда я сам впервые об этом узнал, сейчас мне придется выдать свой возраст. Когда я был молодым, очень молодым человеком, Клинтон был избран президентом Соединенных Штатов Америки. Это было в далеком 1999 году. Я три дня был в депрессии. Да, в прямом смысле, в депрессии. На третий день Бог проговорил ко мне так, ясно? Думаю, он намеренно позволил мне побыть три дня в депрессии и непослушании. Он сказал, «Сын, никто не попадет в офис так, что я об этом не узнаю». И мне вдруг стало так легко. Мое отношение изменилось, я начал молиться за президента. Так что ничто не случайно. Повторю, что все власти от Бога, но не все власти благочестивые. Вернемся к Писанию. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Когда вы противитесь делегированной власти, вы противитесь тому, кого назначил Бог, кому он делегировал власть, а значит, противитесь самому Богу. Я знаю, что у многих возникнет вопрос, а если мой начальник вдруг прикажет мне сделать что-то не то, что-то такое ужасное, мы поговорим и об этом далее. И я вам все объясню. Сейчас хочу сфокусироваться на этом стихе. Противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Помните, я говорю об этом не с целью заставить всех членов команды мне починяться. Я говорю как человек, который совершил много ошибок, когда не подчинялся власти, трудясь в двух крупных служениях. Я сам навлек на себя осуждение, какого никому никогда не пожелаю. Поймите, я изливаю вам свое сердце. Я за вас, и Бог за вас. То, что он нам говорит, это для вас и для вашего же блага. Итак, мысль вам понятна. Однако есть злые, жестокие, безнравственные лидеры. Как тогда быть? Помните, власти от Бога, а их поведение не всегда. Власти от Бога. Зачем Бог дает власть жестокому и нечестному человеку? Я приведу вам библейский пример. Это человек из категории Гитлера и Сталина. Мне не вспомнить более жестоких и злых лидеров в последнем столетии, чем Гитлер и Сталин. Правитель из этой же категории — это фараон. Давайте поговорим о нем. Фараон поработил целую нацию. Он одевал их в лохмотье, заселял в трущобы, избивал невинных людей, заставлял работать и бесплатно сооружать наследие для него самого и его народа. Он хладнокровно убивал детей. Это был очень жестокий лидер. Правда? Неужели Бог дал власть фараону? Давайте посмотрим. В книге Исход, 19 главе 6 стихе, в двух местах Библии, второе место — это послание к кремлинам, 9 глава, 17 стих, Бог говорит фараону «Я поставил тебя». Бог говорит фараону «Я дал тебе власть». Вы увидели это? Каким образом Бог его поднял? Чтобы понять, как Бог поставил фараона, нужно вернуться к Аврааму. Однажды Бог проговорил к Аврааму. Давайте прочитаем, что он там сказал. «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле, не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». В переводе короля Иакова сказано «бедствовать». Это слова Бога к Аврааму. Понравится ли мне, если Бог скажет, «Твои дети и дети твоих детей будут в порабощении и угнетении 400 лет?» Выходит, это будет примерно в 2400 году нашей эры. Никто такому не обрадуется. Однако Бог сказал так Аврааму. «Как же дети Авраама попали к фараону?» Они были непослушными или злыми? Сын Авраама, Исаак, был праведным. Иаков немного сбился с пути, но позже одумался. Затем были 12 сыновей, самые благочестивые из которых Иосиф. Бог дал ему сон о лидерстве, после чего братья продали Иосифа в рабство в Египет. Его увезли туда, где он 10 лет был рабом, а затем обвинили в том, чего он не совершал. Затем посадили в темницу, где он истолковал двум людям их сны. Помните эту историю? Бог дал фараону сон о предстоящих событиях, о семи годах изобилия и семи годах голода. Но фараон не мог интерпретировать сон, который дал ему Бог. И тут кто-то сказал, «В темнице сидит человек, который объяснил мне сон, и все исполнилось». Иосиф истолковал сон фараона, и тот назначил его вторым лицом в Египте. Затем наступил голод, не только в Египте, но и по всему миру. И угадайте, у кого не было пищи? У Иакова. Мы говорим о правнуке Авраама. Иаков и его дети голодали. Он узнал, что в Египте есть пища. Иосиф мудро истолковал сон, который Бог дал фараону, поэтому пища была только в Египте. Когда пришли братья, Иосиф открылся им, и все потомки Авраама, все 70 человек, оказались в Египте под властью фараона. Почему Бог не дал сон Иакобу? Почему не дал сон Израилю? Тогда все было бы иначе, но Богу нужно было, чтобы фараон стал самым значимым человеком, самым богатым и самым могущественным лидером в мире. Бог поднял его. Для чего? Хочу подтвердить, что не учу ереси. Я покажу, что сказал Иосиф своим братьям, когда те пришли. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог послал меня второй раз перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог три раза говорит это. Возможно, Иосиф был неправ, однако псалмопилец пишет вот, что послал перед ними человека, то есть Иосифа. В рабы продан был Иосиф. Мы убедились, что Бог направил его туда. Бог дал сон фараону, а не правнуку Авраама Израилю. А почему же так? Почему Бог все так устроил? Сейчас мы увидим в этом мудрость. Для чего же? Для искупления. Так, минуточку. Какого искупления? Эти люди были в жестоком порабощении 400 лет ради искупления? Ну, нужно помнить, до этого момента никто на земле не знал, кто такой Бог. Только Авраам, Исаак, Иаков и их потомки. Спустя 400 лет даже некоторые потомки этого не знали, потому что переспросили Моисея, кто тебя послал? Что первым делом спросил фараон? Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Через 40 лет Бог вывел их из Египта. Но не будем слишком забегать вперед. После того, как Бог начал действовать, все в Египте узнали, кто такой Бог. Даже египтяне зауважали Моисея, говоря, его Бог истинный Бог. Это Бог неба и земли. 40 лет спустя саглядатые пошли в Иерихон. Раф сказала, мужчины нашего города трепетали от страха, потому что мы знаем, что Бог сделал с Египтом. Ваш Бог истинный. Перенесемся на сотни лет спустя, когда Офни и Финиес сопровождали ковчег. Израильский народ стал кричать, а филистимляне сказали, «О, это тот Бог, который поразил египтян». Имя Бога уже было известно по всей земле, и это стало началом исполнения пророчества, данного Аврааму. «Ты и твое потомство будет благословенно». Нужно понять, есть то, что для Бога важнее, чем наш личный комфорт. И это искупление душ. Подумайте, если бы Иисус поставил превыше всего свой личный комфорт, Он бы не умер на кресте. Поэтому Библия говорит, «Пусть у вас будет ум, как у Иисуса Христа». Много раз Бог будет ставить людей под власть подобных лидеров. Их поведение определенно не от Бога. Оно никак не ассоциируется с Богом. И однажды такой лидер будет судим. Библия говорит, что лидеры будут судимы более строго, потому что им были доверены души людей. Однако Богу не все равно, кто ваш лидер, будь то в гражданской, социальной, семейной или церковной сфере. Он знает все. Разве не Бог поставил Давида в подчинение Саулу? Разве не Бог поставил Самуила под власть? Илия, а в Библии есть два великих человека, Самуил и Давид. Обоих Бог поставил под власть развращенных лидеров. Понимаете? Позже они оба стали великими лидерами. Ничто не случайно. И мы еще поговорим об этом. Итак, повторим четыре вида власти. Гражданская, семейная, социальная, церковная. Я разберу каждый из них в следующих двух уроках. Уже много лет я постоянно слышу один и тот же вопрос, когда учу или упоминаю о власти. И этот вопрос звучит так. Послушание должно быть безусловным? Мне нужно подчиняться, чтобы не сказал мой лидер? Это очень хороший вопрос, и сейчас мы все проясним. Я переживаю, что мы потеряем часть зрителей, если я сейчас не отвечу на этот вопрос. Так что же говорит Библия? Ответ на этот вопрос мы найдем в послании к евреям, 13 главе, 17 стихе. Здесь Павел пишет о церковных лидерах. Почему? Потому что именно они пекутся о ваших душах. Здесь говорится именно о церковных лидерах. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они не усыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Помните, я говорю не о лидерах, а о тех, кто под лидерами. Это касается всех нас. Заметьте, он пишет, «Повинуйтесь и будьте покорны». Кто знает, что можно повиноваться, но не быть покорным? Когда я впервые с этим столкнулся, я трудился в огромной церкви, самой известной в нашей стране. Я был заместителем и помощником пастора, точнее, мальчиком на побегушках. Я заботился обо всех нуждах пастора. Однажды, купив продукты для его семьи, я расплакался прямо на парковке магазина. В его церкви 8 тысяч человек. Почему именно мне выпала честь заботиться о нуждах этого великого человека и его семьи? Этот медовый месяц длился полтора года. Затем все изменилось. Я начал критиковать своего пастора, потому что всегда был рядом. Я думал, что знаю все лучше всех. Однако я просто критиковал. Но любой может стать критиканом. Нужна лишь пара глаз и мышление критика. В первой главе послания филиппийцам сказано, что всякое познание уходит корнями в любовь. Я ничего не знал, я просто критиковал, хотя считал совсем иначе. Я стал обсуждать пастора со своей женой, хотя она меня не поддерживала, и с близкими друзьями. Прошло полгода. Я сдружился с семьей еще одних помощников пастора. Обратите внимание, прошло шесть месяцев. Мой пастор был одним из лучших проповедников страны. Шесть долгих месяцев я ничего не получал из его проповедей. Знаете, что я чаще всего говорил у себя дома? Я без конца говорил Лизе. Я не получаю духовной пищи. Я совсем не получаю в церкви пищи. Полгода спустя мы пригласили на обед ту самую семью помощников. И за обедом я сказал, ребята, я не получаю в церкви пищи. Они воскликнули, и мы тоже. Какое же это было духовное общение? Не знаю, что это был за дух, но это было духовное общение. Эта пара сказала, мы тоже ничего не получаем из проповедей. Все это время Лиза молчала. А мы трое, сидя за столом, решили, что наше время в этой церкви подошло к концу. Бог позволил нам высохнуть, чтобы мы, покинув это место, не сожалели об уходе. Мы так горячо согласились в этом. И два дня спустя я молился. Я до сих пор помню эту молитву и никогда не забуду, что сказал мне тогда Бог. В молитве Дух Святой сказал мне, проблема не в твоем пастыре, проблема в тебе. Я удивился. Он сказал, сын, ты всем говоришь, что не получаешь пищу. Что сказано в Исаии 1 главе 19 стихе? Я знаю этот стих наизусть. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Господь сказал, в этом-то и проблема. Я воскликнул так, я слушаюсь, я делаю все, что пастыр попросит. Бог ответил, я не сказал, если послушаетесь, будете вкушать благо. Если захотите. Захотеть — это отношение. Послушание — это действие. Твое отношение не годится. Вы или кто-то из ваших знакомых говорите не на английском и хотите услышать еще больше вдохновенных проповедей Джона и Лизы Бивер, заходите на сайт, который видите на экране. Смотрите и закачивайте нужные вам ресурсы. Выберите язык и выберите любой ресурс из богатой библиотеки. Электронные книги, видеопроповеди, аудиокниги и семинары, телевизионные программы и многое другое. Ждем вас на нашем сайте cloudlibrary.org Когда я был подростком, моим любимым сериалом был Баретто о нью-йоркском детективе и его помощнике попугая по кличке Фред. Это был очень смешной сериал. В главной роли снимался Роберт Блейк. Я смотрел сериал каждую среду. Он начинался в 9 вечера и заканчивался в 10. Затем я шел спать. Я был единственным из шести детей, кто откликался на призыв вынести мусор. Мусоровоз проезжал каждый четверг очень рано утром. Моей задачей было заранее вынести мусор к дороге. Но однажды произошло что-то невероятное. Моя мама зашла ко мне в комнату накануне кульминации сюжета. Как только попугай дал Баретто нужную для поимки преступника информацию, мама спросила, «Сынок, ты вынес мусор к дороге?» Я ответил, «Нет, мам». Она сказала, «Вынеси прямо сейчас». Я сказал, «Хорошо». Взял мешок и вышел из дома. Я послушался. Я казался послушным, но внутри себя я бушевал. «Почему ты пришла в самый неподходящий момент?» «Да, я все пропустил». Так вот, Господь сказал мне на это. «В церкви ты поступаешь точно так же». Я тут же покаялся. Следующее воскресенье. Тот же пастор продолжал свою серию проповедей. Я сидел на том же месте, и мне открылись небеса. Знаете, что со мной тогда было? Я плакал все 40 минут, пока пастор проповедовал. Я думал, сколько я упустил за эти полгода из-за своего отношения. Наша команда подготовила для вас удивительное видео. По нашей теме под названием «Честно говоря». Давайте же посмотрим его незамедлительно. Так вот, это устройство улавливает мою мысль и передает ее в ваши наушники. Да, наденьте наушники. А теперь внимание. Слышите меня? Это мои мысли в режиме реального времени. Вот это да! Вау, это так здорово! Надо же! Я знаю, знаю. Мистер Эдвей, попробуйте. Хорошо, конечно. Если вы не выполните план, вы все уволены. Самое интересное, что можно отправлять электронные письма мысленно. Допустим, когда вы с головой ушли в работу, можно отправить письмо одной лишь мысли. Привет! Фрэнки, привет! О, заходи, Фрэнк. Простите, что опоздал. Простите меня. Я не слишком много пропустил. О, Челси. Красивая прическа. Ребята, отвлечемся на секунду. Я хочу похвалить этого парня. Как вы знаете, Фрэнк успешно выполняет все планы. Я бы даже... доверил этому парню своих детей. Сэр, все это только благодаря вашему чуткому руководству. Я согласен. Я люблю ваших детишек. Эти дети... такие оторвы. Эм, Фрэнк, ты знаешь? Знаете что? Секундочку. Фрэнк, помнишь, я поручил тебе новый проект? Как он продвигается? А, прекрасно! Могу сказать даже так. Для меня огромная честь, что вы доверили его именно мне. Только зря трочу время на эти глупые проекты. Правда? Да. Это лучшее собрание года. Фрэнк, мы тебя слышим. Ну, конечно. А как иначе? Ты что, не видишь, что тебе нужно заняться волосами? Ты хоть понимаешь, что так ходить нельзя? Воронье гнездо на голове. Это уж точно. Это неправда. О, нет. Челси. Челси. Прости его. Челси. Челс. Что с ней? Я рассказывал, что это устройство... Это та презентация, над которой ты работал всю неделю? Я с удовольствием послушаю. Спасибо. Абсолютно. Кому нужны твои глупые изобретения? Думаешь, тебя повысят за эти безделушки? Да. А с тобой я разберусь. Ребята, думаю, на сегодня достаточно. Эм... Фрэнк, ты сможешь закончить проект к концу следующей недели? Абсолютно. Да мне самому так хочется. И скорее бы увидеть твою отставку. Мы все знаем, что твое место должен занять кто-то помоложе. Ха-ха-ха-ха. Вот и проговорился. Ага. Эм... Так. Эм... Том, что это за устройство? Это... Это устройство улавливает твои мысли и передает их всем окружающим. Аси. Ха-ха. Хе-хе-хе. Это устрой... передает мои мысли... Хе-хе-хе-хе-хе. И как... Оно включено, что ли? Нет? Да. С самого начала да. Хе-хе-хе. Ладно, ребята, не знаю, что вы там услышали. Фрэнк. За последнее... Да. Ты уволен. Да. Хорошо. Вот ведь... Увидимся, Том. Наверное. Пока, Фрэнк. Ну, хе-хе-хе. Да, вот так. Ну как, вам понравилось? И очень в тему. Вы можете быть покорным, но не хотеть этого. Также можно быть покорным, но не слушаться. Повинуйтесь и будьте покорны. Да, вы можете быть покорными, но помните, что покорность — это ваше отношение, а послушание — это действие. Помните притчу Иисуса о двух сыновьях? Что сказал первый сын? Конечно, пап, я пойду на поле работать. Но не пошел. Второй сын сказал. Нет. Однако все же пошел. Иисус спросил, кто из них выполнил волю отца? Первый или второй? Так что важно хотеть и слушаться. Какая тогда складывается ситуация? Покорность, о которой говорит Библия, отражает отношение нашего сердца. Послушание — это уже поступки. Где же нам провести черту? Это очень важно. Должно ли послушание быть безусловным? Я повторю. Должно ли оно быть безусловным? И ответ — нет. Есть одно, подчеркиваю, только одно условие в Библии, когда можно не повиноваться власти. Когда власть требует сделать то, что противоречит написанному в Библии. То есть совершить какой-то грех осознанно и преднамеренно. Надеюсь, что я смог одной фразой развеять все ваши страхи. Я уверен, что когда мы говорили о том, что каждая душа должна быть покорна высшим властям, у кого-то возник страх. Помните, что Бог позволяет вам не повиноваться, если власти требуют совершить проступок, согрешить и нарушить Слово Божие. Бог — это верховная власть. Я подчеркивал это на протяжении всего урока и буду подчеркивать это на протяжении всего курса. Так что приготовьтесь к этой мысли. Бог — это верховная власть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok